вышки сотовой связи давно стали привычным пейзажем нашей жизни мы порой даже не задумываемся как и откуда идет сигнал когда пользуемся мобильным телефоном или интернетом наша жизнь стала удобной и комфортной и это главное однако не все готовы мириться с установленными по соседству вышками сотовой связи почему давайте разбираться вместе с экспертами но для начала конкретная ситуация в конкретной деревне в кудеснеры хурмарского района вышка сотового оператора появилась в конце ноября прошлого года и это стало поводом для тревоги жители опасаются что электромагнитное излучение негативно скажется на их здоровье да и сама конструкция внешне выглядит не очень устойчивой такая вышка на территории деревни не нужно здесь находится рядом дом 22 метра примерно может быть даже меньше меньше 200 метров находится школа садик есть школьные представители которые также подтверждают что учителя против также присутствует население кудеснерского сельского поселения которые также строго против этого факта крайне возмущены тем что установили вышку сотовой связи соответствии с законодательством компании сотовой связи не могут самостоятельно устанавливать вышки требуется разрешение росреестра и роспотребнадзора выбор места размещения базовой станции происходит по итогам исследования центра планирования своих расчетах специалисты опираются на карту покрытия и статистические данные и только взвесив все за и против принимается решение об установке отмечает руководитель компании сотовой связи оператор сотовой связи размещает вышки на удаление от жилых домов в обязательном порядке выдерживается расстояние 25-30 метров нас контролирует роскомнадзор и роспотребнадзор на этапе строительства не дают первое разрешение про и проверяют проектирование базовой станции на втором этапе после того как запускается базовая станция делаются натурные измерения на улице в квартирах в жилых домах где проверяется безопасность жизни здоровья человека операторы сотовой связи уверяют строительство новых вышек позволяет улучшить уровень сигнала сети подготовить инфраструктуру для запуска сети нового поколения кстати там же размещают и камеры видеонаблюдения и оборудование для звукового оповещения населения и вызова аварийных служб когда вы ставите базовую станцию в поле в открытом пространстве там мы формируем максимальную мощность излучения она бывает там до 20 ватт а в городской черте где мы начинаем ставить базовые станции чаще мощности базовых станций они снижаются чем чаще мы их начинаем ставить мы понижаем понижаем мощность я думаю что через 5-10 лет как я говорю мы будем ставить базовые станции на каждом фонарном столбе который будет излучать мощность по одному вату маленькие базовые станции которые будут обеспечивать качество связи чем меньше мощность тем меньше влияние на жизнь и здоровье человека в нормативных документах точное расстояние в цифрах от вышки сотовой связи до жилых домов не указано предельно допустимый уровень электромагнитного излучения 10 микроватт на один квадратный сантиметр и излучение от вышки сотовой связи идет горизонтально поэтому на земле излучения нет а телефон работает отлично вывод находиться непосредственно под базовой станции сотовой связи безопасно любая вышка устанавливается по стандартам роспотребнадзор регулярно проверяет уровень электромагнитного излучения антенны базовой станции у нас допускается размещать на крышах зданий а также на отдельно стоящей антенной опоре в целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей у нас устанавливаются санитарные защитные зоны и зоны ограничения расстояние на на котором допускается размещать вышки сотовой связи зависит от уровня электромагнитных полей которые создаются у нас как на территории жилой застройки а также внутри жилых общественных и производственных помещений как следует со санитарных норм предельно допустимые уровни излучения для населения у нас не должны превышать 10 микроват на сантиметров в квадрате и базовые станции которые соблюдают данные требования считаются у нас безопасными замеры сигнал от базовых станций проходят регулярно но в среднем операторы сотовой связи должны делать это раз в три года кроме того управление роспотребнадзора может проверить электромагнитное излучение по заявлению жителей в среднем нас около 20 обращений в управление поступает ежегодно по данному факту но несоответствие мы выявляем единичный случай основной критерий несоответствие это превышение допустимых уровней электромагнитных полей проводились измерения у нас есть аккредитованная лаборатория которая может проводить исследования и мы проводили исследования на территории жилой жилой застройки и внутри квартир зафиксировали превышение в основных не подтвердилось превышение и опасения жителей что вредном воздействии данных вышек на их здоровье до конца года в чувашии доступ глобальной сети должен быть обеспечен еще в 140 населенных пунктах а за два года потребность в интернете и качественной мобильной связи должна быть полностью закрыта современные технологии становятся нормой жизни вы знаете без интернета и без мобильной связи мы уже себя не представляем мы ведь встаем уже сразу смотрим в телефон какие есть сообщения правда вот а интернет это возможности дополнительные для работы и для учебы и вызвать врача тоже через интернет уже сейчас можно госуслуги заказать в общем это уже обыденность это уже реалий дня всем привет сейчас я нахожусь нижнем новгороде а мой режиссер в чебоксар вы смотрите программу цифровой код все это возможно благодаря искусственному интеллекту искусственный интеллект это реализованная мечта человека об интеллектуальном роботе помощники что же это за направление науки которая позволяет современным компьютером и роботизированной технике аналитические мысли также как человек будем разбираться самая простое применение искусственного интеллекта это установка в учебных заведениях специальных устройств обеспечивающих проведение утреннего фильтра а в канашском айти кубе учат нейросети распознавать лица и эмоции человека и так что же такое искусственный интеллект исследования в этой серии ведутся путем изучения умственных способностей человека и переложения полученных результатов в поле деятельности компьютеров таким образом искусственный интеллект получает информацию из самых разных источников и дисциплин это информатика математика лингвистика психология биология машиностроение на основе массива данных с помощью технологии машинного обучения компьютеры пытаются имитировать интеллект человека это очень широкая область и целей у него много и они варьируются от прикладных создания устройств которые нам будут помогать жизни самые разные до высокой цели создания большого искусственного интеллекта который бы был бы сравним по возможностям с человеческим и который бы помог нам понять как же мы сами это делаем чем мы являемся слово робот вошло в обиход в 1924 году когда известный писатель и драматург карел чапик поставил на лондонской сцене пьесу универсальные роботы авторство термина искусственный интеллект приписывают джону маккарти основоположнику программирования изобретателю языка лист в 1956 году он продемонстрировал прототип программы на основе искусственного интеллекта одна из известных в мире шахматная программа deep blue 1997 году она обыграла чемпиона мира по шахматам гарри каспаро прогресс это всегда повышение продавительность труда до смена научного труда на машины соответственно люди которые занимались этим трудом они увольняются но тут конечно еще имеется и более такой такого сайте экзистенциального порядка страх то интеллект станет настолько сильный что силенно что в общем превысит человека человека возможности человек станет ну вымирающим видом искусственным интеллектом мы пользуемся каждый день и практически каждую минуту например смартфон наверняка часть из вас смотрят нашу программу в телефоне а в нем есть умные помощники умные камеры и многое другое еще один пример умные машины и дроны всего несколько лет назад использование полностью автоматического автомобиля было мечтой однако сейчас такие компании как тесла достигли большого прогресса а социальные сети facebook twitter instagram вконтакте если вы используете хотя бы одну соцсеть то на многие ваши решения влияет искусственный интеллект а еще карты бронирование билета на самолет поиск отеля в другом городе звонки из банков с предложением кредитов видеонаблюдения и камеры с распознаванием лиц все это тоже делает искусственный интеллект ну и конечно умный дом робот-пылесос умные термостаты голосовые помощники по дому делают наши жилища максимально удобными и это тоже яркий пример использования искусственного интеллекта мы видим что искусственный интеллект проникает активно во все сферы жизни и это будет ложатся в ближайшее время потому что мы видим сейчас технологический рост и создание таких устройств которые которые раньше были невозможны поэтому это сейчас тема наверное номер один нефтех технологии в науке поэтому вот можно ожидать очень интересных вещей ближайшем будущем роботы уже могут помочь каким-то людям которые инвалиды которые имеют какие-то повреждения мозга возможности человеческого мозга они могут быть усилены за счет искусственных устройств интеллектуальных и это даст не порабощение наоборот выход на новый уровень сейчас чувашия входят в топ-15 регионов по развитию искусственного интеллекта и чтобы движение происходило абсолютно безболезненно нужно стать его лидером как бы то ни было сопротивляться прогрессу уже бесполезно его уже не остановить поэтому нужно использовать его себе по благо на самом деле доштора это это